Привет, друзья мои, с вами Вальдемар не фудблогер, и после сытного обеда, или после того, как вы хорошо покушали, время десерта. И сегодня мы готовим десерт, известный каждому болгарскому ребенку. Называется он гриз халва. Вообще назвать этот продукт халвой, честно говоря, не поворачивается язык в определенной степени, но халва это в первую очередь сладость, а не именно что-то сладкое на основе подсолнечного или какого-то другого жмыха. Поэтому это блюдо традиционно для Болгарии, Сербии, Хорватии, Греции. Его, кстати, можно найти в лавках со сладостями в Египте и в огромном количестве других стран. И готовится оно, как ни странно, в основе своей из воды, сахара и, что немаловажно, обычной манной крупы. Итак, для начала наливаем в кастрюльку 250 миллилитров воды, высыпаем туда 200 граммов сахара, включаем огонь и даем нашему сиропу прокипеть буквально 3 минуты. Пока сироп закипает, добавляем туда чайную ложку корицы. Корица добавляется сюда для того, чтобы придать нашей халве аромат соответствующий. Если хотите, можно выдавить туда сок половинки лимона, тоже не будет лишним, но сегодня мы обойдемся без него. За минуту до того, как снять сироп, добавьте туда немножко ванилина. Сироп оставляем остывать. Если хотите, если вам не нравится, что в нем может плавать кусочки корицы, можете его процедить. Но это совершенно непринципиально. Теперь второе. Берем сковороду, кастрюлю или любой другой прибор, который вас устроит. Ставим на плиту, разогреваем, добавляем пару столовых ложек подсолнечного масла и отправляем туда пол пачки сливочного масла, то лишь 90 граммов. Как только масло растаяло, слегка уменьшаем огонь и высыпаем туда 300 граммов манной крупы. Наша задача обжарить манную крупу до светло-коричневого цвета или темно-золотистого, как вам угодно. Вообще, можно сжарить фактически до коричневого. В магазине чаще всего присутствует манка сорта М, это из мягких сортов пшеницы, поэтому она выпила все масло. Если крупа суховата, можно смело добавить немножко подсолнечного масла, пару-тройку столовых ложек. И жарим при постоянном помешивании. Вот смотрите, какой цвет приобрела наша вполне себе изначально белая манка. Это примерно то же самое, что обжаривать муку. Теперь сюда при постоянном помешивании добавляем сироп. И на небольшом огне варим до загустевания, прямо как густая-густая сметана. Смотрите, какой насыщенный, почти карамельный получился цвет. На самом деле, чем дольше обжариваешь крупу, тем более темная она получается. У нас на жарку крупу ушло чуть больше 20 минут. Ну и плюс, естественно, цвета добавила сама корица. Если хотите, можно жарить меньше, она будет более светлой, такой кремового цвета. Но самое главное, что чем темнее, тем более яркий, насыщенный, именно такой ореховый получается вкус. Доводим до той густоты, чтобы можно было удобно накладывать в формочки. Чуть-чуть жидковато, еще чуть-чуть помешаем. Накладываем массу в любые формочки, которые у вас есть под рукой. Ну, собственно, все, что у вас есть. Металлические они будут, стеклянные, силиконовые, на самом деле, не имеют абсолютно никакого значения. Если формочек у вас нет, абсолютно не беда. Берете любую емкость и выкладываете грис-халгу туда. Аккуратненько разравниваем поверхность. И отправляем это все в холодное место для того, чтобы остыть. Сначала до комнатной температуры, а потом в холодильник. Где оно проведет? Ну, наверное, пару-труйку часов. А вот и готово, друзья. Мы уже достали все из формы, подали и украсили, как и положено, грецким орехом. И чуть-чуть посыпали, естественно, тоже крошеным грецким орехом. Ну что, остается попробовать. Сладко. Очень сладко. Прям чувствую, как круглею от одного вида, от одного запаха, от одного вкуса. Ребята, вкус действительно очень непривычный для того, что здесь мы едим в качестве десерта или сладостей. Но это потрясающий вкус. Греки, болгары, сербы, хорваты, египтяне, турки и черт знает кто еще. Ребята, плохого не посоветую. Готовится не слишком долго. Достаточно просто, а на вкус просто потрясающе. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...